Чтобы увидеть странные вещи, не нужно ехать на край света или в какую-нибудь экзотическую страну. Достаточно зайти на Reddit. Посмотрите, как его пользователи делятся безумными вещами, которые они нашли в своих домах. Редко, когда старые находки в доме имеют серьезную ценность. Но этой семейной паре удалось сорвать джекпот. Супруги живут в Кливленде, в американском штате Огайо, и начали делать ремонт. Мужчина срывал пыльные доски с потолка в подвале, когда заметил что-то за решеткой. Это был маленький зеленый чемоданчик. Второй он нашел в другой части подвала. Сначала муж и жена подумали, что в чемоданах лежат старые бейсбольные карточки. Но вместо этого они нашли сокровища стоимостью 33 тысячи фунтов стерлингов. Там оказались старые банкноты, и некоторые из них были очень редкими. Супруги были в восторге от этой находки, но не стали тратить деньги на развлечения. По словам мужчины, они использовали их, чтобы погасить ипотеку. Этим людям повезло еще больше. Несколько жителей небольшого английского городка в северном Йоркшире делали в доме ремонт. Они обнаружили один из крупнейших кладов английских золотых монет 18 века, когда-либо найденных в Великобритании. Хозяева извлекли небольшую глиняную чашу размером с банку газировки, спрятанную в бетоне под половицами. Поверхность чаши была покрыта тонким слоем соли, а внутри находилось около 260 золотых монет. Клад оценили в 200 тысяч долларов, но не исключено, что на аукционе они смогут продать находку и за полмиллиона. Один пользователь пришел в новый многоквартирный дом, где живет его мама. Он спустился в подвал и обнаружил там огромное банковское хранилище. Там была круглая толстая металлическая дверь, ведущая в банковский сейф. Он не нашел ни денег, ни золота, но хранилище было в отличном состоянии. Конечно, другие пользователи Reddit выяснили, как такое могло произойти. Когда банк разоряется, он вывозит из здания все свое имущество, кроме гигантского сейфа. Дело в том, что демонтаж такого объекта требует огромных затрат. Его невозможно демонтировать без дорогостоящего оборудования, поэтому банки оставляют сейфы в здании. Другой пользователь Reddit написал, что одна юридическая фирма купила закрытое здание банка и превратила хранилище в офис. Пробить толстую стену в этом помещении, чтобы установить окно, не получилось, поэтому на стену просто повесили фотографию окна. Другой пользователь показал довольно жуткую находку, которую он сделал в подвале своего дома. Это была огромная дыра, ведущая в темноту и заполненная холодной жидкостью. Пользователь не стал паниковать и измерил яму. Она была глубиной всего 2,5 метра, а жидкость оказалась обычной водой. Больше он ничего не нашел. Никакой тайной комнаты или подземелья. На самом деле это была не просто яма, а особый колодец, называемый цистерной. И снова спасибо пользователям Reddit за подсказку. В прошлом люди устанавливали такие емкости во многих домах, чтобы хранить запасы воды. Цистерны были популярны в засушливых районах, где у жителей не было доступа к системе водоснабжения. Или там, где река или водохранилище могли быть загрязнены. Они собирали дождевую воду и хранили ее в этих колоссах. Чтобы почва не загрязняла воду, они цементировали ямы. Люди использовали воду для уборки дома, купания и стирки. В таком резервуаре можно было даже установить фильтры, чтобы пить чистую воду. Этот пользователь обнаружил нечто странное. Не у себя дома, а в подвале офиса, где он работал. В темном бетонном помещении среди хлама он увидел красную железную дверь, ведущую в неизвестность. На ее холодной поверхности было написано «Всегда держать закрытой». На ней не было ни замка, ни замочной скважины, только засовы. Пользователь мог легко открыть ее, но не стал этого делать. А вы бы рискнули? На самом деле эта штука была совсем не страшной, но довольно опасной. Это трансформаторный склад с мощным электрическим оборудованием внутри. Оно может взорваться, загореться и даже ударить человека током. Поэтому его разместили в подвале, подальше от людей. Никто, кроме электриков, туда не допускается. Один человек нашел странную крошечную комнату на чердаке своей новой квартиры. За маленькой железной дверью. Внутри он обнаружил небольшую кровать, несколько полок и маленькое окно. Похоже, здесь кто-то жил. Но кто и зачем? Об этом нет никакой информации. Представьте себе, что вы идете по заброшенному дому и вдруг видите призрака, застрявшего в стене и пытающегося выбраться. Один пользователь Reddit сфотографировал необычную инсталляцию в заброшенном доме. Она выглядит как человек, который хочет вырваться из стены. Конечно, здесь нет никакой тайны или магии. Просто великолепные навыки скульптора. Но все равно выглядит жутко. Многие пользователи находят в своих домах тайные комнаты. Никто не знает, для чего они использовались и кто там жил. Но этот парень нашел практичное и ценное помещение. На заднем дворе своего дома он обнаружил убежище от радиации, построенное в 60-х годах прошлого века. Оно выглядит атмосферно и довольно надежно. Этот пользователь переехал в новый дом и обнаружил белую дверь в стене. Она выглядела как место для водонагревателя или чего-то подобного. Но оказалось, что дверь ведет в странную комнату. Она была большой, но уютной. Кто-то даже постелил на пол ковер. Но в задней части комнаты была еще одна дверь с замком. Пользователь открыл черную дверь и шагнул в другую, гораздо более жуткую комнату. Стены и потолок были покрыты звукоизоляционными плитами и непромокаемым белым брезентом. Также он увидел 3-4 розетки и нечто похожее на спальное место. На полу были портфель со старой деревянной шкатулкой, конвертами с деньгами из разных стран и четырьмя небольшими серебряными слитками. Но самой странной вещью в этом месте был черный сейф. Пользователь открыл его и нашел несколько видеокассет и белый лист. На нем черными чернилами было написано «Спаси себя сам». Пользователь пообещал выложить содержимое кассет на Reddit. Многие подумали, что это подделка и не поверили ему. Но потом другой пользователь рассказал, что знал предыдущего владельцу дома. Он казался обычным парнем. Затем пользователь выложил содержимое кассет. Записи были весьма тревожными. Кто-то предположил, что все это рекламная кампания фильма ужасов. Но потом тот же пользователь признался, что это была мистификация, которая вышла из-под контроля и стала вирусной. Он написал сообщение, в котором подробно описал, как все сделал, но администрация сайта удалила его. Завершим наш список с самой необычной квартирой. Представьте себе, что вы идете по Парижу и заходите в многоэтажный дом, где живут обычные люди. Вы поднимаетесь по лестнице и останавливаетесь возле старой двери. Вы нажимаете на ручку и заходите внутрь. Вам кажется, что вы попали в фильм о привидениях. Шкафы, стулья, вся мебель здесь сделана в начале прошлого века. Комнаты похожи на старый антикварный магазин. Все покрыто толстым слоем пыли и паутины. На полу валяются зловещего вида куклы и мягкие игрушки. Но ничего странного здесь не происходило. Хозяйка покинула это место в сороковых годах прошлого века. Она оставила все как было. Она переехала и никому не рассказывала о квартире. Почему она не вернулась, неизвестно. В таком состоянии квартира находилась 70 лет. Родственники хозяйки наняли оценщиков для определения стоимости квартиры. В 2010 году они пришли туда, открыли дверь и обнаружили картину итальянского художника Джованни Бульдини, написанную в 19 веке. Эту картину удалось продать за 2,5 миллиона долларов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...